Как-то это скучно и пресно становится выдавать всю информацию о гаджете в одном долгом обычном обзоре. И просмотры, которые у такого формата падают, только подтверждают мою теорию. Ведь мы вообще не так познаем устройство. Мы узнаем все постепенно и располагаем временем, чтобы всю информацию осмыслить. Поэтому представляю новый формат, в котором я буду каждый день записывать свои впечатления и потом объединять их в одно видео. Гик-дневник. Первой моей жертвой, как вы уже поняли из названия, стал Galaxy Z Flip. Телефон, который меня впервые поразил, наверное, года за два. Но давайте к подробностям возвращаемся на неделю раньше. Это очень странный телефон и сначала ты вообще не понимаешь, как его будешь использовать в повседневной жизни. Конечно же, всех интересует экран. Чувствуется ли он как стекло, а не как пластик в Galaxy Fold? Да, вполне. Разве что пачкается чуть быстрее, чем другие телефоны. Мешает ли тот самый пресловутый изгиб? Нет, вообще не мешает. Я его 95% времени не вижу и не чувствую. А когда все-таки чувствую, то это происходит из-за того, что я быстро скроллю страницу и натыкаюсь пальцем на него. Но к качеству экрана, как ни странно, у меня возникают претензии. Цвета тут не сказать, чтобы офигенные. Я не смог никак подобрать баланс между яркими цветами и комфортом для глаз. Включаешь естественные цвета и все какое-то неприлично, бледное. Включаешь насыщенные и все просто выжигает тебе глаза, такое оно яркое. В итоге я оставил естественное, все-таки удобство для глаз важнее. Очень непривычной штукой стала длина дисплея. Это прям такая длинная, но узкая лопата, из-за чего телефон просто идеально сидит в руке. Для твиттера, браузинга, чтения книг идеально. А вот для ютюба не настолько. Видео 18 на 9 выглядит более-менее сносно. А вот растянутое с 16 на 9 совершенно так себе обрезается чуть ли не половина видео. И настроить это никак нельзя. В итоге, либо смотри половину видео, что в большинстве случаев абсолютно неудобно, либо терпи черные полосы, что еще хоть как-то можно сделать, учитывая, что телефон хотя бы довольно большой и видео не выглядит слишком маленьким. А это лиса. Ли-ся-о. Отверстие в экране тоже смотрится более-менее нормально. Хотя оно почему-то больше, чем, например, в новых Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite. Странно. Но самое большое мучение я испытал с другим. Как мне вообще этот телефон открывать одной рукой? Это сложно сделать, даже если жать на стекло изнутри. Складывать, конечно, чуть легче, но я все равно очень боюсь что-то повредить в этом телефоне, потому что он стоит дофига. И абсолютно так же было у Ильи с Galaxy Fold. Можете посмотреть видос. И мне не нравится, что мой телефон это сокровище. Я хочу его использовать, а не 24 на 7 следить, чтобы случаем не задеть ничего лишнего. Чтобы вы понимали, я даже на улице лишний раз боюсь его вытаскивать, потому что сейчас зима, а вдруг я подскользнусь и упаду прямо на него. От него же тогда вообще ничего не останется. Смогут ли его хотя бы за деньги заменить? А знаете что? Давайте позвоним в Samsung и узнаем. Итак, замена экрана по единоразовой программе не будет стоить ничего. Это бесплатно. Но диагностика стоит 7500. Замена же корпуса стоит около 34 тысяч, кажется, чуть больше. И это прямо уже довольно существенная сумма. И мне не сказали, входит ли в нее вот этот вот механизм складывания или это отдельная часть. Обещали позвонить вечером и уточнить. И я вам уже в завтрашнем дне расскажу. Вернемся к телефону. Кнопки громкости. Я крою трехэтажным матом человека, который их придумал туда поместить, потому что они очень высоко. И к ним приходится каждый раз тянуться. Для этого надо перекладывать телефон еще, а потом перекладывать обратно. Это страшно неудобно. Ах да, еще тут лишь один стереодинамик. Он, конечно, неплох, но далеко не лучший по качеству. И после любых стереодинамиков в любом телефоне чувствуется очень дешево. Батарея. Я распаковал телефон и сразу стал им пользоваться. Но меня очень напрягло, насколько быстро телефон садится. 20% улетели практически за 2 часа. Если так будет и дальше, то на весь день мне телефона точно не хватит. И это грустно, потому что для меня батарея это один из главных продающих факторов смартфона. Но даже несмотря на вышеупомянутые проблемы, впечатления спустя сутки использования Galaxy Z Flip довольно приятные. Еще круто, что наконец-то ни в оболочке Samsung, ни в лаунчере нет вот этих детских глюков, зависаний на полсекунды. Впрочем, может быть, дело в том, что здесь Snapdragon. Я видел, как Note 10 даже на Exynos подлагивал прям жестко. Не раз и не два, а прям десятки раз. Поэтому, может быть, дело в этом. Ну все, больше сегодня рассказать нечего. Увидимся завтра. Затестил камеру, она тут довольно крутая. Особенно хорошо алгоритмы справляются с фотографиями при хорошем освещении. И да, фишка селфи на основную камеру в сложенном состоянии просто топовая. Да, ты видишь очень мало всего, но того, что ты видишь свое лицо, обычно бывает вполне достаточно, чтобы получить реально хороший кадр, который более качественный, чем тот, который ты сделаешь с основной селфи-камеры. Что, в принципе, делает ее существование практически ненужной, разве что для видеозвонков и все. А вот снимать истории в Instagram просто чудовищно. Когда снимаешь через само приложение, оно тебя кропает, и качества просто никакущие. А когда снимаешь на встроенную камеру и в Instagram просто выкладываешь, то сложно расположить видео точно по центру, и могут остаться серые полосы фона. И при этом на флипе никак не проверишь, нормально твоя история выглядит или нет. Только на других телефонах. Просто дело в том, что когда смотришь свои истории на флипе, то они обрезаются. Откуда бы вы их не выкладывали. С этого телефона, не с этого телефона, не важно. Зато истории других людей смотрятся вполне нормально, хоть и с черными полосами. Короче, постить сториз с этого телефона не хочется совсем. Насчет вчерашнего разговора о том, что моя криворукость может убить Z Flip. Черт меня дернул глянуть дроп-тест этого телефона. Вы только гляньте, у него задняя панель разбивается гораздо проще, чем экран. Кстати, из сервисного центра мне так никто и не позвонил, и никто не ответил, сколько будет стоить замена механизма сгибания. Ну, видимо, либо дорого, либо они просто завтыкали, либо им все равно вообще, что там клиенты спрашивают. Сломается? Тогда приходите. Теперь я еще больше боюсь уронить Z Flip, несмотря на то, что спрятал его в чехол. Кстати, чехол просто отвратительный. Он царапается буквально от воздуха, и за два дня я уже умудрился поставить на нем царапину. Хотя в кармане ничего нет, кроме телефона вообще. Плюс он капец какой скользкий. Минимально потные ладошки, и этот квадрат просто-таки превращается в мыло. Ну и выглядит чехол тоже совершенно неприглядно. За такую сумму могли бы уже положить какой-нибудь получше. Еще я заметил, что телефон не всегда раскрывается до конца. Буквально на какую-то йоту, на какие-то полградуса. Но меня это бесит, я замечаю и дораскрываю его, естественно, легонечко, чтобы все было хорошо. При этом я понял одну интересную штуку. Помните, старые раскладушки, они не хотели быть полураскрытыми. Они все время стремились либо раскрыться полностью, либо закрыться. У Flip вообще не так. Вы его можете оставить практически в каком угодно положении, и он не стремится закрыться сам. Вам нужно приложить усилия и своими руками его закрыть. Кстати, еще на гранях телефона внизу есть специальные ограничители. Видимо, это защита от хлопков. Кто-то скажет, что это неплохая защита для экрана, то, что телефон можно сложить, но я в этом сомневаюсь. Тут есть зазор, половинки не сходятся прям идеально. Я вот вижу камеру через этот зазор, и, соответственно, через него тоже может проникать всякая пыль из карманов. Так что не уверен, что этот экран будет сильно надежнее, чем любые другие. Но пока что на экране тьфу-тьфу-тьфу царапин нет. Впервые говорю такое после двух дней использования телефона. Ну и про закрывание-раскрывание. Модуль NFC у этого телефона находится снизу. Соответственно, на кассе, чтобы им оплатить, нужно держать телефон вот так и вот так оплачивать. Либо за нижнюю часть держать. И это неудобно, потому что вот этой частью вы должны прислонять телефон. В закрытом состоянии вы оплатить тоже не можете, потому что телефон заблокирован. Ну и, соответственно, ставить его на беспроводную зарядку в раскрытом виде тоже не получится. Он попросту будет съезжать и падать. Наконец-то осилил внешний мини-экранчик. Прикольно, что свайпом можно перейти к уведомлениям, и нажав на уведомление, можно увидеть его текст. Ну и музыкой управлять тоже можно. В общем, экранчик не бесполезный. Но настроить его как-то нельзя. В смысле, вообще никак. Например, вот бегущая строка с текстом из уведомления, и через какое-то время экранчик просто гаснет. И так каждый раз. Воистину, самый большой недостаток этого телефона – это отсутствие нормального экрана в сложенном состоянии. С ним это был бы совершенно другой опыт. И еще, готов официально заявить, что вот такой сканер отпечатка лучше любого Face ID. Как минимум, скоростью, но еще тем, что я иногда вообще забываю, что у меня телефон заблокирован. Я его открываю, мой палец сам собой ложится на сканер, и телефон разблокируется. Все мы помним, что в некоторых старых раскладушках можно было разговаривать по телефону в сложенном состоянии. И сейчас я проверю, возможно ли это здесь. Алло? Нет, невозможно, звонок сбросился. Впрочем, и динамика тут нет, так что я подозревал, что такое вполне может быть. Еще сегодня впервые поиграл на этом телефоне. Часа три в Call of Duty, и было очень прикольно. Во-первых, благодаря необычному соотношению сторон, такое ощущение, что экран показывает больше информации слева и справа. Ну и после трех часов игры ничего не тупило, все игралось офигенно, 60 фп стабильно, и вот это вот все. Да, я понимаю, что здесь флагманский процессор, и ничего другого ожидать и не стоило, но все же играть было прикольно. Еще я впервые показал, а точнее похвастался смартфоном перед своими друзьями, и их реакция была следующей. Ух ты, что это такое? Офигеть, круто! Ой, экранчик есть! Вау! А зачем это все? И в большой мере они правы. Смартфон непрактичен, каждый раз его нужно раскладывать, складывать. Это не всегда удобно, не то что с современными смартфонами, которые просто достал и пользуешься. И, честно говоря, по большому счету мне им интересно пользоваться лишь потому, что я никогда не видел смартфонов-раскладушек вживую перед этим устройством. От одного человека я даже услышал, что он лучше купит себе раскладушку от Motorola, потому что она хотя бы не выглядит настолько по-женски, как этот телефон. Я с этим не совсем согласен, по крайней мере с точки зрения характеристик Motorola хуже. Там хуже батарея, камера, процессор. Плюс с экраном и у Motorola тоже большие проблемы. Впрочем, для покупателя имиджевого смартфона это может быть совершенно не важно. Для таких людей важно, чтобы все люди смотрели, удивлялись, просили повертеть в руках это чудо современной техники. Ну и, конечно, показать статусность, потому что штука эта совершенно не дешевая. Утром у меня была тренировка, и взять на нее Galaxy Z Flip я не рискнул. Если даже в айфоне с защитным чехлом, я уверен, на 100% он точно не сломается, я на него хоть сесть могу, то Galaxy Z Flip очень нежный в этом плане, я очень-очень боюсь его сломать. Также я не могу банально взять телефон в ванную, чтобы включить на нем музыку, пока моюсь, потому что моюсь я практически в кипятке, а в нем нет никакой влагозащиты и, кстати, защита от пыли тоже. Короче, этот телефон долбаная мимозкой. Вам надо приготовиться либо сдувать с него пылинки, либо приготовиться спокойно так потерять телефон за 120 кусков. Зато пошел фоткать вечерком в центр. Провел на холоде больше трех часов. Нафоткал красивых фоточек. Нет, мне определенно нравится, как снимает здесь камера. Естественно, на экране смартфона фоточки выглядят ярче, чем на компе, но в общем и целом здесь отличный динамический диапазон, хорошая четкая картинка, мало шумов, да даже фотографии с ширика Z Flip выглядят лучше, чем с ширика iPhone 11 Pro. Короче, претензий к камере нет и быть не может. Разве что к селфи-камере, она потому что очень посредственная, но можно же делать селфи на основную. Я, кстати, теперь только так и делаю. При этом есть клевый лайфхак, если во время съемки нажать на экранчик, то камера переключится с обычной на широкоугольную и можно еще и всех друзей захватить. Прикольно. Ну и, кстати, камеры флагманских Samsung это чуть ли не единственные конкуренты iPhone в плане видео. Выглядит очень хорошо, мне понравилось. Открыл вот настройки, чтобы изменить рингтон и звук уведомлений. Стандартный, просто дико бесячий и он еще и в пять раз дольше, чем надо. Зачем? И вот представьте себе, что этот звук только что проигрался 20 раз, потому что вам кто-то написывает в мессенджере. Бесит, не правда ли? Благо, хорошие звуки есть и выбрать есть из чего. Вот, например, такой. Ну согласитесь, меньше же бесит, очевидно. Вообще решил в настройках порыться и там куча прикольного и нужного. Всякие персонализированные эквалайзеры, привязка определенного аудиоустройства к программе, например, чтобы слушать музыку из ВК только на своей колонке. В уведомлениях отображаются недавно отправившие вам пуши программы, чтобы надоедливые можно было сразу найти и выключить. Экран блокировки тоже настраивается. Always on display, виджеты на домашнем экране и даже отображение контактной информации на случай, если вы, не дай бог, конечно, потеряете телефон. Еще есть темы. Это все, конечно, для мамкиных кастомизаторов, но я попробовал все-таки установить стандартный гугловский пак иконок. Вышло хуже, чем было до этого, поэтому я все вернул обратно. Прикольная функция «Защищенная папка». По сути, это аналог отдельного аккаунта в любом другом Android-смартфоне. Тут вы можете переписываться с любовницей, хранить те самые фото с Джастином Бибером и смотреть TikTok, чтобы этого никто не знал. Топ, рекомендую. Кстати, даже без защищенной папки в обычном аккаунте средствами оболочки можно дублировать мессенджеры. Прикольно. Вот она, вскрылась наглая ложь Самсунга покупателям. На своем сайте и на презентации они говорили, что экран этого устройства – это ультра-тонкое стекло, и каждый раз, сгибая его, вы ломаете законы физики. А на самом деле, чувак с канала, на котором тестирует гаджеты на прочность и разбирает их, доказал, что экран можно прогнуть одним единственным ногтем. Да, возможно, это какой-то сплав стекла и пластика, но тогда можно так и сказать, что это сплав стекла и пластика. Если это какой-то слой пластика, защищающий стекло, тогда это тоже по сути своей вранье, и не надо говорить, что это ультра-тонкое стекло. К стеклу люди относятся проще. Но даже я, который боялся открывать Z Flip всегда одной рукой, теперь еще больше боюсь, потому что я нажимаю на экран пальцем, теперь я вообще его одной рукой не буду открывать, только двумя. Еще сегодня выяснилось, что экран при низких температурах может треснуть в месте сгиба. Ну, я с ним гулял довольно долго, но и зима в Москве не зима, поэтому не исключаю. Кстати, за батарею я боялся зря. Под конец дня у меня остается от 25 до 50% батареи, что на самом деле очень хороший показатель. Вот сейчас 23.43, а она мне показывает 59%. Бомба. Так, а для чего здесь вообще сгибания, кроме понтов? Ну, есть так называемый флекс-режим, он работает в галерее, камере и гугл-дуо. Хех, гугл-дуо. Смешная шутка. Те полтора человека, которые им пользуются, обязательно напишите об этом в комментариях. В галерее можно скроллить фотки внизу, пока наверху ты их, собственно, смотришь. Но это все сделано криво и на халяву, потому что стоит только включить редактирование размытия, как все разделение сходит на нет. Зумить на нижней части тоже нельзя, как и перемещаться по фотографии, можно только скроллить фотки и смотреть информацию. В камере ситуация получше. Тут все настройки уходят вниз, и можно делать что угодно. Но остаются небольшие черные полосы. Слева и справа от фотографии можно, конечно, поставить другое соотношение сторон, но тогда эти черные полосы станут еще больше. А для того, чтобы их не было, достаточно было всего лишь чуть-чуть растянуть фотографию. Но нет. В остальном это абсолютно такой же смартфон, и никакого толку в двух половинках нет. Конечно, можно запустить два приложения в режиме сплитскрин, но это можно сделать на любом андроиде. А никакие ползунки Lightroom вниз не перемещаются, ничего такого нет. Конечно, обещают, что API откроют, и сторонние разработчики смогут допиливать свои программы под вот этот вот формат. Но я думаю, что этим предложением воспользуется приблизительно ноль человек. Еще можно надеяться, что исправят истории в Инстаграме, но, скорее всего, не скоро. Есть еще одна проблема. Если раскрыть смартфон на столе слишком сильно, то он раскроется полностью. И не знаю, как вы, но мой стол не на уровне моих глаз. Я не печатаю вот так, потому что это было бы неудобно. Поэтому мне удобнее сделать вот так. Но смартфон так держаться не хочет. Вообще никак. Нужно его сгибать прям почти под прямым углом, и только тогда он держится. Как по мне, это неудобно. Заметил, что есть приложения, которые не адаптированы под такое нестандартное соотношение сторон и отображаются с черными полосами. Для таких приложений в настройках есть специальный пункт, чтобы силой их заставить открываться на весь экран. Со спид-тестом это сработало, но не исключаю, что с какими-то другими приложениями может сработать не так хорошо. Впрочем, учитывая то, что я это заметил только на пятый день пользования телефоном, можно как бы догадаться, что с большинством приложений все хорошо. Ну и последнее на сегодня, что я понял об этом формате, такой телефон не становится меньше. Это та же лопата, просто сложенная пополам. Да, в кармане она занимает меньше места, но зато карман выпирает больше. И, кстати, когда ты достаешь телефон из кармана, не всегда понятно, с какой стороны его открыть, потому что все практически одинаковое, и не сразу можно понять, где что. Ну что ж, я ухожу на выходные, и уже после них расскажу вам об итогах этой недели. Давайте я попробую ответить на самый главный вопрос. Для кого же этот телефон? Ну, во-первых, для тех, у кого денег куры не клюют. Вы видели же, наверное, видосы а-ля «Сколько стоит твой шмот?» Да эти люди готовы кусок говна за полмиллиона купить, чтобы хоть как-то выделяться. Что им каких-то 120 тысяч? Зато у них будет прекрасный вариант кичиться не хуже, чем чехлы от Кевиар за баснословные деньги. Да, о чем я говорю? Меня даже кассиры в супермаркетах спрашивали, что это такое, не говоря уж обо всех знакомых, абсолютно всех, которых я видел. Во-вторых, для людей, уставших от скучных современных прямоугольных брусочков. И представьте себе, такие люди есть, я в том числе один из них, и даже не нужно быть настоящим гиком, чтобы признать, современные смартфоны стали скучными. Правда, тут есть нюансы. Эти уставшие от современных телефонов люди должны иметь средства на такой гаджет. И даже если средства у них есть, остается еще одна самая большая проблема. Смотрите, скажу за себя, у меня есть Apple Watch и iPhone 11 Pro. То есть, в теории, я себе такой телефон могу взять не то, что основным, а даже дополнительным. Но я достаточно подкованный человек, и поэтому понимаю, что у меня глаза открыты вообще на весь рынок за такие деньги. И понимаю, что есть Pixel, есть Galaxy S20, есть OnePlus и все. Эти все телефоны мне тоже нравятся, и более того, с них не надо сдувать пылинки, и не надо относиться, как к собачке Чихуахуа, которая может прыгнуть с дивана и сломать себе лапы. Выглядят они тоже красиво, и в качестве варианта на повседнев. Посмотрим все-таки правде в глаза, подходит гораздо лучше. Вот возьмем для примера Galaxy S20. Обычный, не Ultra. Вот вам три камеры, это на одну больше, чем у Z Flip, и снимают они явно не хуже. Процессор в S20 тоже флагманский, вот только более новый, а значит и производительность лучше, и поддержка новейших стандартов Wi-Fi есть, которые уже через несколько лет, думаю, будут популярны. Да даже банальные вещи. В S20 я могу вставить две физических сим-карты, потому что у него есть такой вариант в продаже. У Z Flip только одна физическая и одна eSIM. Влагозащита, стереодинамики, зарядка почти в два раза быстрее. Все это есть у S20 и нету у Z Flip. На 100% уверен, что там будет лучше экран, как минимум по цветам. Ну и цена гораздо меньше. На стороне Z Flip в этом случае только супербыстрый физический сканер отпечатка пальцев, который я считаю преимуществом. И при таких раскладах нужно быть, ну абсолютно непрактичным человеком, чтобы потратить такие дикие деньги на телефон, который может просто сломаться у тебя в руках от любого неосторожного движения. То есть люди, которые деньгами не сорят, а знают им цену, вряд ли ломанутся в магазин за этим телефоном. Да и скажем прямо, у этого формата, формата складных телефонов, сегодня просто-таки нет существенных преимуществ. Раскладушки, так это тот же самый смартфон, который надо складывать и раскладывать каждый раз. Это я испытал на себе. Варианты сгибаемых смартфонов от Huawei или Xiaomi, ну у них практически весь корпус из пластика, поэтому вы будете ходить с, по сути своей, пластилиновым смартфоном. Единственный шанс хотя бы приблизиться к практичному использованию сгибаемых смартфонов был у Galaxy Fold. И в нашем опыте использования Илья рассказал почему. По большому счету, его единственные недостатки, не считая, конечно, пластикового экрана, это гигантский вырез под камеру, довольно большая толщина и маленький экран в сложенном состоянии. Вот, кстати, подъехали концепты от Бена Гескина, нового Fold, в котором экран уже на всю переднюю сложенную панель. И это выглядит очень круто. Думаю, и с камерами, и с толщиной тоже можно что-то придумать. Но пока экран у сгибаемых смартфонов настолько хрупкий, их вообще нельзя называть будущим. Прям вообще никак. Это весьма нишевое устройство для людей, которым вообще нечего терять от смены телефона. А у нас таких людей, как вы понимаете, очень немного. Могу ли я посоветовать Galaxy Z Flip к использованию? Если вы цените в смартфонах надежность и практичность, и не хотите сдувать со своего аппарата пылинки, то он не для вас. И если вы хотите лучшие характеристики за свои деньги, тогда этот смартфон тоже не для вас. Но в формате именно сгибаемого смартфона это самый допиленный девайс на сегодняшний день. И если у вас куча денег, и вы соскучились очень сильно по необычным смартфонам, то да, могу. Я с ним прожил неделю, и это был уникальный, очень крутой опыт, и я не пожалел. На этом все. Пишите в комментариях свое мнение о сгибаемых смартфонах, и, конечно же, ставьте лайк, если такой формат вам зашел, и если понравилось видео. Будем делать такие форматы почаще, придумывать что-то новое, а вы, чтобы поддержать нас, можете прислать это видео своим друзьям. Ну все, увидимся в следующем видео. Всем спок. Пау! Алиса, стоп! Хватит Джастина Тимберлейка. Хорошего понемножку. Алиса, стоп! Алиса, стоп! Алиса, стоп! Пау! Алиса, стоп! Продолжение следует...